Так получилось, что летом, в ночь на 1 июля, добавят еще одну секунду ко всемирному координированному времени. Вообще никакого фокуса в этом нет. Международная служба вращения Земли периодически добавляет секунды, а все для того, чтобы сократить расхождение между атомным временем и астрономическим из-за вращения Земли. Ух, сколько всего теперь можно успеть! А с 19 января Google Glass сняли с производства. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Недавно интернет облетела страшная история про очередных малолетних садистов. На этот раз из Саудовской Аравии. Два подростка, издеваясь, убивали собаку и сняли все это на камеру, чтобы выложить в Инстаграм, собрать лайков и обрести популярность. И получается, что они добились, чего хотели. Вся эта история возмутила интернет-сообщество. Собаку прозвали ангелом, а хэштег Rip Angel набрал невиданные обороты. В родной стране придурков вычислили по номерным знакам машины и установили их личности. По словам представителей Министерства сельского хозяйства Саудовской Аравии Джабира Аль-Шехри, подростки нарушили не только законы страны, но и конвенцию против жестокого обращения с животными, подписанную государствами региона Персидского залива. Ислам также осуждает жестокое обращение с животными, и им грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в 135 тысяч долларов. От себя добавлю, что я не понимаю, что именно делают родители этих детей, чтобы время от времени в СМИ появлялись статьи, что очередной малолетний придурок мучает зверька. И еще, они хотели славы. Плохо, что они ее получили. Я такие истории вообще не люблю. Я не понимаю тех, кто, убиваясь ими, тиражирует их дальше. Поэтому к следующей теме. Помните, в одном из предыдущих выпусков я рассказывала о проекте Projetar, модульном телефоне из блоков на любой вкус? На всякий случай напомню, в чем суть. Голландский дизайнер Дэйв Хаккенс хотел упростить людям жизнь и сократить количество электронных отходов. Чтобы устаревшую или сломавшуюся деталь, можно было просто заменить новым модулем, вместо того, чтобы покупать новый смартфон. Модули крепятся при помощи магнитов, и на детали можно наносить любое изображение. В итоге Дэйв начал работать с Моторолой и проектом Projetar, и все это вылилось в то, что первые продажи начнутся в Пуэрто-Рико в этом году. Ну и коротенькая история напоследок. 19 декабря 2003 года была потеряна связь с зондом Beagle 2, который 25 декабря совершил посадку на Марс в рамках миссии Mars Express. А это автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства, предназначенная для изучения Марса. Так вот, на Марсе Beagle 2 собирался заняться кучей дел. Исследовать геологию, минералогию, геохимию, место посадки, собрать данные по метеорологической обстановке и климату, провести поиск следов существования жизни на Марсе. И вот 12 лет спустя на снимках НАСА нашли то, что ученые считают пропавшим зондом. Он приземлился в 6 километров от предназначенного изначально места. А выйти на связь он, скорее всего, не смог из-за неполностью открывшихся панелей с солнечными батареями и не выдвинувшейся антенны. Я на самом деле рада, что все нашлись и запуски зонда не были совсем уж зря. И на этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь, ставьте лайк, и если вдруг сами наткнетесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте это в соответствующую тему в группе ВКонтакте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok